Всем привет! Ну, наконец-то у меня появилось время с моей очередной серией ответов на вопросы. Наконец-то я никуда не несусь на меня голову где-нибудь. Дорога более-менее пробливая. У нас время вообще... Кстати, предлагаю всё-таки ещё общаться в перескопе. Ну, конечно, это проедет очень редко, потому что, как показала практика, это у нас в стране практически не будет. Только в очень крупных городах, а в очень-очень крупные города я обычно проезжаю. Если я только там прогружаюсь, стою, тогда можно пообщаться. Потому что прикурсов, вопросы задавайте. Я буду сразу отвечать. Ну, начну по порядку. Ну, я как обещала, что это ваши вопросы. Какие отвечения? Сразу отвечу я на постоянные замечания Славы Костера по поводу моего звука. Сейчас у меня закрыто всё. Я отвечу на печках. Ну, я сама слышу, как вы едете просто по поводу стекла. Мы не знаем, где-то вообще любят ли. Не знаю, ничего. Я не знаю, как это будет. Я не знаю, как это будет. Микрофон я пробовала, включается. То же самое и получается. Поэтому пока ничего не могу сделать. Пока записываю те, что у меня есть. Ну, да. Следующий вопрос. Ну, наверное, начнем с романа Минаева. Я не могу вопрос. Таким образом, я пришла к такому решению. Как ты будешь домой? Я достаточно часто об этом вспоминаю. Потому что многие спрашивают. Почему? А я думаю, сегодня я думаю, это детские впечатления у меня были. Потому что мои дядиа все работали на мюзерных машинах. Ну, как нам надо брать? Здесь сами. Я просто называю эту мюзерную машину. Мне очень понравилось. Ну, бабушкам было невозможно наехать на нормальной машине. На грузовой. Лучше на кого-то ехать. Едешь. Лучше встретишь в себя. Таким. Поверителем дороги. Еще недавно я вспомнил такой момент. Папа меня обратил в певиотиаду. Американскую книгу. Очень. Такой. А про американскую книгу больше не знаю. Поменьше. Ну, и тогда она меня тоже произвела. У меня было большое впечатление. То, что мы в этом видео. Кроме показано женщине на большинстве. Потому что в американской машине огонь не ездила. Ну, и когда она потом положила на коворот. Но это уже не важно. Главное сам факт. Потому что женщина может вводить большую машину. Потому что мне это вообще чуть-чуть напомнила в детстве. Но. Я давно хотела обладать на право. В общем, в 95-м году, когда я получила права. За эти люди, и появится сразу не было. Но, к сожалению. Без опыта. Тогда у меня, тем более, вообще не было. Я только-только получила права. В середине дорожная работа. Вот. Упс. Мы поехали. На дяденьке повыбегали из машины. Радостные. Упс. Да. Упс. Ну кто-то меня не объезжает побучше. Вот. Мы все уже опять поз__лась. У failing до сих Guerin. Упс. Тихо у рынка может быть какая-то жажда. Путешествия. Одно могу сказать. Работа мне-то очень нравится. Она, конечно, тяжелая. Я не скажу, что больше на себе это легкий труд. И для мужчины это не легкий труд. Мне, по крайней мере, машина чуть не путается. Потому что мужчина не просто этого делает. Не дадут тебя, да. Я надеюсь. Вообще, да. Сейчас на новой работе мне тяжело стало. В плане гонки. Когда я работала на контейнерах, там не было таких гоноков. Там был четкий график. Обычно он с таким запасиком достаточно нормальный был. То есть ни разу не было, чтобы я опоздала. На второй работе то же самое. Там, если была какая-то гонка, то таможня она всегда спасала. Таможней можно было бы спасать. А вот на этой работе я уже загнанная лошадь. Пять дней до Якулска, от Москвы. Но идти через Чур. Нельзя так ездить. Так можно съездить. Так тысячу. У меня в этот рейс получилось, что я в один день прошла тысячу двести. В итоге я ночью, пока заезжала на стоянку, у меня сломалось около 40. и я весь следующий день постояла в ремонте. И меня догнали те, от кого я ушла, кстати, что далеко. Они меня в Новосибирске и догнали, и сказали мне, зачем ты так быстро ехала, от нас убегала. Мы ехали, нормально отдыхали, взрывались, кушали. Донеслась я с того вот. В итоге мы едем вместе. И я поняла, что да, в таком году я ночью вечером. В обратную сторону я так же ехала. Я тоже в один день прошла, еще сном, причем это была еще такая жара, я переваливала через Урал, друженые. Это было тяжело. Когда я уже переехала через Урал, и приехала на выгрузку, у меня уже реально просто штормило. После таких комнат надо отсыпаться там всюду. Ну, я не знаю, просто бежать. А тут-то до рейсов идут. Идут там 7 дней, ты едешь и точно не нужно. Нельзя даже на день приезжать, пусть в дороге. Это можно, это не надо делать. Это будут одноразовые водители тогда. Хозяин. Сходил в рейс, ушел вверх. Берем сбедышку. Так мне нравится. Так, Дим Карпов. Привет. Твой вопрос. Есть ли негатив или позитив по отношению к человеку? Он все чувствует, что жизнь-то не легкая в машине, но тем не менее, говорят молодец. Выборил себе уже много. Это, наоборот, в основном возникли два раза в течении. И в коллективе, где я работала, никто не раз у меня в Санкт-Петербурге пришла. что это будет в Санкт-Петербурге. Конечно, сейчас не будет, но я не знаю. В общем, я начала такого отрицательного, я не слышу, наоборот, в прицепе в полисиперце написали Светик. Сейчас мимо меня тут поезжает, говорит Светик, привет. Я думаю, о, знакомая, а я знала же, что это мне написали, о ней приедете. Очень картонно. Когда машина ходила, поняла, что я туда не надпись не проеду, все знают, что это Светик. А вот кто еще лампой тут написал, нет, что вообще не было. Я думаю, что это какое-то такое отношение, как ты едешь, лампу, давай буквально тебе таможен, ты только едешь, и часто бывает, да, врат за этим, с кем ты зацепишься на языке, едешь, балкаешь, тоже уже издалека слышишь. Потом говорят, что вот, я думаю, слышу, что дедушка разговаривает, я так что-то пехал, 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 слышу, слышу, и как забирается машинка, и окинуть, и солнце, 80 километров. Такая душевная беседа, народ мимо проезжающий, тоже так присоединяется. Но это только за Урал. До Урала там, в 15-м канале сразу скажут, нечего, точить крясы. У нас рабочий канал, нам надо солярку продавать, а вы тут едите в Малдейске. Урала такого нет, там наоборот все лучше подключиться, что видно расскажут. В основном, конечно, рассказывают, как они там ездят зимой, как они там ездят зимой, это вообще зимой, не знаю, я очень боюсь. Там такие горы, такие повороты, спуски. Я не знаю, как это так возить вообще. Как подниматься тоже? Да. Здесь этап не почищенная. Я тут-то висела, летом, у каждой горки, на одной этаже, не почувствовала, я там с места трогалась, пропускали сверху, сел, тронулась с места в горы, но я не знала, что она такая, с подковыкой. То есть там идет подъем, ручка, лево, а потом на самом подъеме еще крутой поворот, по 90 градусов, и еще вправо, потом еще лево. Поэтому, короче, я до первой скорости дошла. Несложно, это дорога. Я одни вечером поехала, да, в пункт, в пункт, да, спуск, получается, в Байкал, где-то быть, там просто, без симпатии, и очень страшные обрыли, именно в конце спуска обрыли, крутой поворот. Ну, допустим, памятник тоже не будет ставить. вот, как-то так. Я передаю тем, кто меня поддерживал, в то время, когда я сидела без работы. Я, в принципе, сидела без работы, потому что мне пообещали даму, и я просто его сидела, ждала, ждала в месяц, ждала полтора месяца. до новых встреч. Да, так, я так и не увидела, и я снова на сцене, еще немного на сцене, еще немного на сцене, очень много, очень много. Ну, такой сценарий, я еще не видел, вызвали меня, но я сбросил свое знание вниз, потому что я не люблю эту машину, и я считаю, что на такой машине дали ей следить. Ну, это хозяин не уважает своего водителя. Просто, это самый первый вывод. Хозяин, когда он покупает, не любит эту машину, ему наплевать без него. Ну, я, просто, хочу ему сказать, что, не только на этот раз обыводители на этой машине, машину уже, наверное, оно уже, потому что я уже вижу, что они меняются на сцене. Машина маленькая, понька, ну, не совсем понька, но кабина, как у поньки, только шахта не такая высокой, как у поньки, у меня сходят две ступеньки, у поньки две ступеньки, просто та же самая кабина, посажены немножко ниже, у меня шахта немножко ниже. Но, факт в том, что я полный рост встать здесь не могу, могу только на массажистке. Сиденье. Верхнего спальника нет, соответственно, все вещи, я уже одна лежит в спальнике, и пришли чекать. Если спать надо, сидеть, шубать, в салон, утром, если это наоборот, в салон. Вот, изомера нет. Неприятно, первую руку отогревается. В холодильниках тоже нет. Есть, есть какой-то нештатный холодильник, и поставить его туда, вообще ступенько нет. в салон. 380 кто был. В холодильнике куда-то уезжала. В горке она садится. Ну, просто она, декор, она слишком слабая. Она идет уже на последнее дыхание. Она шрет соляру, не имеет. Ну, я понимаю, ей тяжело. Она и так, бедная, старается. И так машина привлажна на ней по месту. Пришел водитель утром, накатал, сидит, пошел за борьбой. Тогда да. Это ничем надо думать о своем водителе. О том, что человек живет в руме сейчас весь, длился, получается 19 дней. Я возвращаюсь на пасу, поставлю место, откуда я уехала. И 19 дней в этой машине. Я с холодильника. А с холодильника, вы понимаете, я с Муралки не ехала. Там населенка раз в тысячу километров. И только населенка тут же не будет вообще магазин. Если есть магазин, он может быть уже за третий, когда ты этот проезжаешь. То есть, если купить каких-то продуктов, там достаточно сложно. Если ты даже купил с холодильника, ты на один день просмотрел конфигура. Поэтому я соответственно... Ну и из-за того, что я уже спринала, очень сильно мне вообще не будет этого готовиться. Я посмотрите, как я уже спринала. Я сейчас не успешу. Это отмечный. Уже когда, где-то в Гургунске там был простой. И загрузили сразу, я спала, может быть, часов 7. Фейн, тоже не спала, я сейчас не успешу. Так вот. за 19 минут не имею. Три раза не спала себе. Так, ну, приходится, естественно, по кафешкам попытаться. Ну, это в аркетах очень дорого. А во-вторых, не прямая машина. Это... Гастрит мой будет. Скоро обострятся. Вот. У кого-то там, так наверное, не видно. Будем сейчас тащить. Привет передаю Владимиру Пчелкову, который меня поддерживал тоже все это. Дима Карпов мне звонил. Женя Фокс. И все это Тротяков. Всем спасибо. Вот. Сейчас, в принципе, я снова ищу работу, наверное. Потому что на изыскании я не готова работать. Еще, может быть, ищу. И все. И так, задавайте свои вопросы. Меньше комментарии. Комментарии будем читать. И по возможности отвечать. Ну, вот надо как-то с перископом наладить связь, чтобы вы знали, когда я выхожу в перископ. Ну, я стараюсь сразу ссылочку делать в ВКонтакте на стене. Чтобы у нас сегодня... Либо какое-то определенное время может у нас начать, но по-моему это тоже сложно. Во-первых, не всегда может быть интернет. Там, где я остановлюсь. Перископом очень добыт. Капризни по части интернета. То есть, если ему не хватает трафика, он передает только звонок. Вот это пишите комментарии. И тоже здесь. Это не очень. Так. 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 Спасибо за просмотр!